Приветствую вас. Пишет мужчина, 27 лет. Рассказывает историю о том, что он никогда не встречался с девушками, никогда ни с кем не целовался за 27 лет. С этой мыслью хочется покончить с собой, но, как я понимаю и надеюсь, что острова суицидального стремления у автро-вопроса нет. Он говорит о том, что его жизнь – это пустота. Он говорит, что живет в провинции, где нет работы и никаких перспектив. Сразу после школы начал организовать свое дело, 10 лет посвятил этому, но прогорел. У человека нет ни денег, ни своего жилья и нет никакой личной жизни. Последний аспект добивает окончательно. Мне 27, я еще низкий. И кажется, все же кончено, на вид вроде бы не урод, среднего роста, художа, телосложения. По интернету пробовал знакомиться, но почти всегда поначалу более-менее активное общение сводится к вялому, а потом вообще к игнору. Не понимаю, в чем дело, вроде бы не станут, не грублю матом, не ругаюсь, про политику ни слова. Меня игнорируют. Вот и сейчас соочередная девушка уже свала общение к игнору. Одиноких девушек без детей до 25-28 лет найти уже не могу. Разведенки с детьми, у которых депрессия, нет особого желания общения с парнями. Я уже готов начать отношения с девушкой с ребенком, хотя, конечно, понимаю, что пока не потяну материально ее. Но хотя бы просто общаться, встречаться, вот чего я хочу, но этого нет. Некоторые говорят, не ищи любовь, она сама найдется, но я ведь специально не искал 10 лет и до сих пор одинок. Теперь начал активно искать, но толку нет. В чем же дело? Проклятие? Нет. На мой взгляд, если и искать, как бы если предположить причину, то в первую очередь это отсутствие мышкой модели поведения. То есть отсутствие мышкой фигуры в вашей парадигме, соответственно, как результат непонимания того, какой вы, во-первых, мужчина. Ну вот так вот, в целом, какой вы мужчина. Мужчина, да? Это первое. То есть какой я вообще мужчина. Я мужчина мягкий, я мужчина лидер, я мужчина ведомый, я мужчина ведущий и так далее. То есть как-то вот здесь у вас вот такого понимания нет, соответственно, нет уверенности в себе. Что такое в данном случае отсутствие уверенности в себе? Давайте вот этот момент мы с вами попробуем рассмотреть. Да? Что такое? Отсутствие уверенности в себе – это когда я себе не доверяю. Я себе не доверяю, я себя не принимаю. А вы себя не принимаете, потому что дело не в том, что вы хотите какого-то конкретного человека по каким-то личностным характеристикам, да? Сделать счастливым, например. Вы себе, вы хотите отношений, потому что вам не хватает их самому. Вы хотите отношений, потому что вам, ну, без них, без отношений кажется, что с вами что-то не так, кажется, что вы какой-то не такой. И вот это, наверное, является той причиной, которая толкает вас, собственно говоря, на поиски отношений. То есть вы, условно говоря, с девушкой не ради того, чтобы сделать счастливое видео, а ради того, чтобы доказать себе, что с вами всё в порядке. К сожалению. Вот это то, что, на мой взгляд, вами движет. И то, что, конечно, конечно же, вас и губят. Потому что любой человек, я имею в виду другой человек, в общем и целом всегда почувствуют, когда с ним общаются не из ресурса, так скажем, не из ресурса, да? А когда его делают центром вселенной? Я думаю, что в вашем общении присутствует и некоторая навязчивость, и, конечно же, некоторая напряженность. Потому что каждая девушка для вас это возможность доказать себе, что всё со мной в порядке, да? И всё со мной как бы нормально, например. Вот. Хотя, повторюсь, женщины и любые отношения не для того создаются, чтобы пытаться что-то доказать, в том числе себе. Вот. Понимаете? Следующий аспект, это, ну, как-то, вот, вероятно, отсутствие у вас некоторого интереса к своей жизни в целом. И отсутствие у вас интереса. Я, конечно, не знаю, не знаю, но чем вы увлекаетесь? Как у вас интерес? Что вам нравится, чем вы активно занимаетесь? И вы понимаете, какая штука? Что вы здесь можете сказать, что у меня маленький город, заниматься мне здесь нечем. И вообще, как бы, здесь никаких перспектив. Ну, а ситуация здесь следующая. Если вы так считаете, да? Если вы так считаете, то, естественно, они к вам будут относиться именно как к кому-то неинтересному. Это, на мой взгляд, вполне логично. То есть, как бы, если человек замечает, да, и чувствует, там, вот, условно говоря, себя, замечает, свой, как бы, ну, свою ценность. Если человек это делает, то и другие к нему относятся вот так же. Понимаете, да? А если человек этого не делает, то и другие относятся к нему так, как человек себя видит. То есть, иными словами, девушки, вот, отзеркаливают вам ваше к себе отношение. Вот. К моему большому сожалению, выглядит это так. Поэтому, в первую очередь, вам нужно работать со своей самооценкой и комплексами. Вот. А не с, ну, скажем так, сравниванием себя с другими людьми. То, чем вы сейчас занимаетесь. Вот. Дальше. Одиночество. Если мы говорим про одиночество, то есть, если человек вот чувствует одиночество, чувствует пустоту и так далее, то, в первую очередь, мы здесь говорим о чем? Ну, мы говорим про подавление себя. Мы здесь говорим про подавление собственного, скажем так, психоэмоционального мира, психоэмоциональной жизни. Вот. Мы говорим в данном случае об этом. Вот. К сожалению. И, соответственно, необходимо увидеть, где и как вы себя подавляете. Да? Чем вы себя подавляете, чем вы себя обеспечиваете. Например. А, ну, как бы, вот, в силу чего вы и так переживаете настолько сильно, что в 27 лет вы еще не ко мне были. Вряд ли это переживание по поводу того, что вам хочется кого-то поцеловать. Поцеловать, если подарить любовь. Вряд ли. Я думаю, что это переживание связано с тем, ну, как мне кажется, это переживание связано с тем, что вам хочется почувствовать себя полноценно. И способ, которым вы можете это сделать, он вот такой. Ладно? То есть вы не внимательны к своей жизни. Повторюсь. Что является серьезной проблематикой в данном случае. И именно с этого я и рекомендую вам начинать работу. Да? То есть вы живете с родителями, в силу сложившихся обстоятельств в этом ничего страшного нет. Но пока вы сами в этом для себя видите что-то очень страшное, пока вы сами в этом для себя видите что-то ужасное, конечно, вам это будет мешать. И девочки это будут чувствовать. Естественно. Но почему? Потому что это передается. Всегда чувствуется, когда человек ведет себя, ну, вот, каким-то таким образом. Так что вы молодец, что обратились за помощью. Но необходимо понимать, что ваш шаг, он первый. Это первый шаг к тому, чтобы начать менять свою жизнь, менять свою парадигму восприятия реальности, себя, других людей и девушек в том числе. Потому что, когда вы говорите, например, такое слово, как «разведенка за сми», ну, честно говоря, это режет слух. Почему это режет слух? Потому что в этом чувствуется, во-первых, обесценивание, во-вторых, стереотипизация. В этом чувствуется очень сильная стереотипизация. И вы говорите, что, условно говоря, готовы встречаться даже с девочкой с детьми. Вы готовы встречаться. Да, вы готовы встречаться. Но ради чего? Зачем? Вот на этот вопрос я предлагаю вам найти ответ. Если хотите и если пожелаете, в том числе с психологом, можно будет это сделать. На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощь. Вам она пригодится. Б câuyal наêtes Jesus. Так, вы не заработаетеhab una поймания. ога ли вам спортом и смыслый рост ставка? Спасибо за что, если вам польза в- women с latitude камень. izen 309. Повсемиffer и всё! Если обязательно надо especialmente на рынке, definitelyяться на мо窓.